Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы ведем серию бесед. Ответы на вопросы даю, называется «Во свете Библии. Открытым оком». Это книга чисел, об этом и говорит 24 глава. Мне задают вопрос, вот вы говорили, что вы вроде не болеете и таблетки ни одной не съели, а вам уже 73 года, 74. Но это возраст не тот, чтобы говорить о здоровье-то. Ну, 73 это не 23. В это время у мужчины там это простатит и чего только нет. Но надо смотреть еще, как человек жил, в каких был условиях, и как здоровье было подорвано и прочее. Не случайно, когда в заключении стаж, то увеличивается в три раза. Если я год отсидел, в стаж записывается три года. Было два года. Значит, чего-то даже государство понимает, что человек претерпел. Здоровье надо беречь, но о нем не надо заботиться. Как не надо? Да так совершенно не думай. Иначе жить не за чем. Вот перистальтика, вкусовые присоски, я проглощу, как идет по... Зачем тебе это нужно? Ну, у меня сегодня температура, откуда ты узнал градусник? Разбей его, закопай в землю. Я еще ни разу градусник в руку не взял за три, и ни одной таблетки не съел. Зачем? А что, не болеете? А что считать болезнью? Я даже не знаю, что именно. Вот я ложусь спать, на кровать я сам заложу. Так я не больной. Если я сам, вот это моя кровать, на которой я лежу. Вот она сам и есть. Я около нее сижу. Потом я объясню, что такое вот это покрывало означает. Стихотворение на него написал. Тут за оленями гонятся волки. Ну и что? А вот дальше мне трудно. Одной рукой я не могу одеяло затянуть на себя. У меня руки выворщены. Где? Ну, такие сотрудники с щитом и мечом орудует хорошо. Правой рукой я не могу одеться. Я не могу. Это у меня десятки лет уже. Но я размотаю, раскручу как-то. Не могу поднять. Другой рукой я подниму. Она у меня движется. Движется. Крестное персосложение делаю. Делаю. Руку могу пожать друзьям. Могу показать, что у меня все хорошо. Но что еще надо-то? Ну, а на полиже вас не замечаю. Просто не надо замечать. Не думай об этом. Совершенно не надо думать. Какая-то температура. Беречь себя надо. Надо, потому что ты храм Божий. Ну, вот говорят, поделись секретом. Я разговаривал с одним дедушкой. В городе Фрунзе. Ну, ему там 90 уже было лет с чем-то. В чем ваш секрет жизни? Он говорит, я никогда не ел ни горячего, ни холодного. Всегда только теплое. Он думает, что в этом у него есть. Пожалуйста. Придерживайтесь этого. А у вас, как я, тоже стараюсь этого придерживаться. А сам организм просит. У другого спросили, я там даю. У вас такой возраст. Как вы могли сохранить здоровье? Он говорит, я никогда не спорил. Ни с кем. Никогда. Никогда. Моя нервная система работает нормально. Все в спорах, ни за чего. Понимаешь, муж, жена спорят. Кресты у Руссана Тулева Толстого. Почитайте. Жена говорит, получила награду собака такая. Нет, не такая, а такая она ему там. Или он сказал это. Он говорит, я никогда не спорил. А корреспондент или журналист записывает и говорит, да не может быть. Он говорит, может быть и так. Но он понял, что действительно он не спорит. Он даже с ним не стал спорить. У меня есть определенные навыки. Никогда, никогда не злись. Не, 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 не злись. Вот усвоят и никогда не злись. Доверься Богу. Бог знает как. Не злись. Никогда не завидуй никому. А у того лучше. Я не Березовскому никогда никому не завидовал. Никогда и ни одному человеку за всю жизнь не позавидовал. Мне завидуют очень многие. Я знаю, из-за чего завидуют. Что я свободен. Где Дух Господний, там свобода. Мне завидуют и священники, и епископы. И они прямо говорят, хорошо вам. А он знает, хорошо, у него этого нет. Я это понимаю. И это знает генералитет. Генералитет, там генералы собирается в кучу и про меня беседует. Вы самый счастливый человек. А счастливый, это значит, что у меня все работает нормально. Почему? Потому что вы делаете то, что вам нравится. Я делаю то, что нравится. Я люблю детей, занимаюсь детьми 40 лет. Без помощи государства. Создал лагерь православный. Тысячи детей отдохнули с родителями вместе. Все необычное. Мне не нравятся написанные книги. Ну не нравится, там они не описывают, что должно. Господь позволил мне 41 книгу написать по 750 страниц. Я отдельно об этом буду говорить. Я скажу, что это лучшие книги, какие только есть сегодня. Ну, шибко, высоко, хвалите себя. А не надо, давай доказывать. Я сейчас открываю и говорю, этот вопрос кто-то отвечал, не отвечал. Отвечал, не отвечал. Тем более, я ни разу никому в глаза не заглянул, нравится, нет. У меня отдельный том, отдельный том. Это мусульманство. Три тома, посвященные еврейству. Один том с сектантом. Я знаю, о чем говорю. И это я делаю, и моя вся внутренняя вот эта душа, настроенность содействует тому, чтобы я так жил. Вот я за компьютером провел. Ну не такой у меня, он там другой компьютер был. Ну, вот этот, какой он там называет, не знаю, есть система-то. Вот. Я провел за ним почти все время. 21 октября 2001 года. Мне показали, как его включать. И я провел 9 лет, вот за 9 лет издал столько книг. Набор делал, верстку делал сам. Не считая проповедей только. Другие набирали. Вот вообразите сколько. Примерно я провел чуть больше 30 тысяч часов. Тысяч! Так что меня там даже где-то заметили. Это говорят в школе, где преподают по компьютерам. Здесь институт милицейский есть. А как же вы видите? Мой организм подсказал, нужна тертая морковь свежая. Две моркови утром и желательно две вечера. А вот лекарства в глаза ни разу не капал. Не нуждаюсь этим? Не нуждаюсь. А почему вот, ну как приехал Быков такой есть, Дмитрий Львович, он журналист, писатель, там, по Старнаке 800 страниц написал. Ну, я думаю, кто знает, такой полный. Он приезжал в Потеряевку. А потом написал статью и говорит, обладая уникальной памятью на меня, Лапкин Лекот сыплет фразами и цифрами. Уникальная память, это не моя заслуга, а заслуга Господа Бога. У меня был отец такой. У него была такая память. Я написал Комстомольскую правду, Пескову Василию Михайловичу, он говорит, мы обязательно этим воспользуемся. Он знал, какая корова, с каким быком погулялась пять лет назад. Овечек тысяч, он всех знал, когда объягнется, какая от какой. Это невозможно узнать. Я-то записи вел. Ну и кроме того, я узнал, что от памяти, память зависит от зубов. Как от зубов? Дергать не надо. Но если болит, я сказал, дергать не надо. Ну удалить ты можешь, но память удаляется зубом. Когда в Америке я был, меня в кресле там разложили, зуб болит. Ну и врач сразу дергает. Я говорю, дергать нельзя, я в университетах веду занятия. А какой я встану? Я забываю то, другое. Я пока не забываю. А при чем тут память? Не знаю. Еще попало. И потом, как я узнал, датские ученые доказали, исследуют тысячи людей. С каждым зубом вырванным. Не только вверху, но и внизу. Исчезает процент памяти. У меня все дадут корешка со мною. Вот и все. Я сказал, что никогда не ревнуй. Если женщина или мужчина, не ревнуй. Но она там изменяет. Ну разведись, и останься один. А ты подозреваешь, что это много есть способов. И самый главный способ, это молитва. Ты встань на молитву. И вот бывает у меня что-то не заладится со своей женой, хозяйкой. И она готовит там. И на стол подает, и что-то там, кажется, забурчало. Как принято говорить, забухтело. Ну и ничего. Я сразу ложку положил. Есть не могу. У меня желудок будет болеть. Потому что ты сейчас говоришь, не расположен. Я встал в угол и начинаю молиться. Вот у меня иконостас. И я молюсь. Запел, молюсь, Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария. Помолился, гляжу, она рядом стоит, молится. Я сажусь за стол, она маленько потерпела. Она ждет, на работу уйди. А у нее нажимает изнутри давление. Ей надо высказать. Я снова на молитву. И она третий раз, и мне больше некогда. Я так голодным ушел. Все, выливай теперь на помойку. Я без еды обойдусь. Но гневость отвечать тебе не буду ничем. Потому что ты в нерасположенности духа прожигать меня будешь. Жена злится, никогда к пище прикасаться не буду. А зачем? И она это знает. И она уже боится этого. Вот, пожалуйста, я ее уже избавил от ворчания, по крайней мере, время, когда она готовит. Я говорю о маленьком. Но это очень важно. А раз ты не злишься, старайтесь вставать всегда в одно время. Ну, вы меня спросили, я вам отвечаю. У нас подъем всегда в 4.40 утра. В 4.40, а во сколько ж тогда вы ложитесь? Ну, когда как. Так, бывает пол одиннадцатого, пол двенадцатого, бывает пол второго. Вот у меня иногда нужно ужать столько роликов. Потом надо их поставить, оно медленно заканчивается. В YouTube закачать, на Mail.ru надо закачать. Понимаете, у меня даже и дальше на форум еще перенести. Я делаю это один. У меня тут, ну, исключительно редко кто-то один раз закачает. Ну, и как тогда так? А не бойтесь не доспать. То есть я ночью встаю, встаю и включу и дальше. Следующий ролик ужимает, я в это время на бок. Днем никогда не ложиться. Секрет, никогда не ложиться. Боюсь, я с ночной. Я еще должен повторять. Никогда не ложиться. Так я же и упаду. Сядь на стул, на кресло и вот так прям не ложись. А именно чуть-чуть только откинувшись, чтобы тело не упало. И вот так подремли. А сколько? Ну, не больше полчаса. А потом встать, что-то поделать. Часа три пройдет еще так. Чтобы у тебя не меньше трех часов набралось вот такого прерывистого сна. Это Леонардо да Винчи знал. Это знал Костик Елизаров. Это знал Эдисон. Я никакого секрета тут не делаю. В свое время я довел сон до двух с половиной часов. Дальше мой организм стал сбои давать. Я стал засыпать. Этого нельзя делать. Никогда не начинайте день без общей молитвы. Кто бы у меня ни был, с ночной пришел, это не имеет значения. Мы все одновременно, это домашняя церковь. А потом, кто не доспал, может ложиться. Живут на квартире, студентки там у меня. Разницы никакой нет. Все будут вставать одновременно. И принимая их, я не становлющего квартиранта за всю жизнь не взял ни одного рубля. Мои жилища, это я живу в такой коморке, а на самом деле у меня 226 квадратов. Я выиграл у власти за то, что меня отнимали. Два здания. И там посторонние люди, там я не живу. Там и церковь у нас находится. Никогда ни с кого, нигде не берите ничего лишнего. Ваша душа будет спокойна. Многие люди за вас будут Бога благодарить. Бога. Не гигиентись. Каждый день по два раза моются. А как же надо? Смотря по работе, не чаще одного раза. Если можно в бане. Не перегревайся. Не щегляйте. А алкоголя в рот не брать. Мясного, мясного в рот не брать. Я вот не ем мясо, мне это не нужно. Минимум за два часа до сна, чтобы ничего не есть. И желательно не пить. Но у меня это не получается. Вот у меня не получается. У меня организм быстро обезвожен, если у меня страшные судороги начинаются. Но когда я воду принимаю, нормально, да еще бывает, семечки прокрутят подсолнечные, а потом я там настойки делаю. Ну настойка, вода кипяченая, там ничего нет. Никакого алкоголя, ни пива, ничего в рот не берите. Поберегите себя. Ноги должны быть в прохладном месте. Не старайтесь сильно жарить их все время. Быстро вставайте. Ну хотя бы раз ночью встать на молитву. Без молитвы ничего не делайте. Благословляйте даже врагов. Это источники вашего здоровья. Особо у меня ничего нет. Ну и в день человек должен пропотеть хотя бы два раза. Два-три раза. Серьезно пропотеть. Бежать или работать. Это профессор Покровский говорил. Министр здравоохранения. У меня секретов никаких фактически нет. Хлеб мягкий, когда пекут, вот это пирожное. Старайтесь не есть, а старайтесь засушить их. Если медведь проквашивает добычу, то человеку надо подсушить. Полусухое или сухарик где-то размочить. Тогда какой я буду? Ну я рассказываю. Ну прям говорить это с голоду помрешь. Но я перед вами, я не умер. Но вы посчитайте, что за моими плечами, за моими плечами, это наверное не у каждого это есть. Меня 26 лет мучила психиатрия. 26 лет. Это не два года. Я в пяти тюрьмах отбывал. В пяти тюрьмах разных, на этапах, в лагере, который лагерем смерти называли. И я вышел живой. И мне очень помогло то, что я знал архипелаг ГУЛАГ. И самое главное, перешагнув порог тюрьмы, я сказал, я пришел умереть. Все. Я ни для кого не достигаю. Меня ни разу не вербовали. Ни КГБ, никто. Они сразу на духовном уровне понимали. Я абсолютно недоступен. Даже умирать буду, и они ко мне не подойдут. У нас другой запах. Живительный и смертоносный. Это предлагали всем, кого я знаю верующим. Всем. Мне не предлагали. И когда я спрашивал, делал запрос в местное КГБ, какая у меня была кличка в разработке, когда был. А у вас не было. Так Лапкина Игнатия и было. Почему? То клоун, то какие там, я знаю у кого какие клички. Дроздов, Михайлов. Вы знаете, о ком говорю? У меня ее не было. Это тоже что-то значит. То есть они видели абсолютно тот же, какой есть. В моей книге профессор Семкин, это проректор по учебнику. Умный Сясти, Борис Васильевич, АГТУ. Там 21 тысяча студентов в Барнауле. И он был у меня на презентации книг. И он умница изумниц. Думаешь, там умнее его никого нету. Евреи говорят. К слову сказать, почему евреи ко мне так расположены? А я не еврей. Я природный, русский, рязанский. Хотя мать Горянка была. Русская. В горах жила. И вот он пришел и говорит. Ну вот Лапкин говорит, что он написал там стихи. У меня 3467 стихотворений по 9 четырехстрочных куплетов. Показал рукой, как будто он ни при чем. Я сказал, это Бог сделал, я ни при чем. Но это, говорит, не так. То есть эти слова не так понимать. Он тоже тут участвует. Вот когда я, говорит, знаю писателей, знакомясь с их трудами, лукавят они, они совсем не такие, как пишут. Но у Лапкина, и вот я его прочитал, и я встретился, как будто бы я его всю жизнь знал. Вот я прочитал, сейчас был в больнице, его книги у меня есть, 4 тома прочитал. Вот именно этим он отличается от других. Когда меня осудили, то следователю-то надо как-то определиться, верить мне или не верить. Осудили-то меня за пленки, не пленки, тогда катушки эти пленочные назывались-то. Но он говорит, вот вы сказали так, а другой, который, 32 свидетеля, по моему делу шли. А они говорят так, кому верить? Я говорю, конечно, им. Почему так? Я давал с тысячами людей. А они-то от одного меня получали. Кто дал им эти катушки, на которых начитано, начитано там, я брал репрессированных, интервью записывал, архитилаг, гулаг, библия и все остальное. Конечно, им. И нужно было, чтобы он поверил. И поэтому выступал один человек, теперь он магистр богословия, и он говорит, у православных допускается иногда ложь, чтобы спасти человека. Но Лапкин именно ложь во спасение называется. Но это неофициально так. Но Лапкин, говорит, этим отличается от других, что он вообще лжи никакой не признает. У меня так, я скажу правду, человек умрет. Но пусть умрет. Пусть умрет. Если правда, его может убить, как доктор Мартонсен говорит. Всякая неправда есть грех, написано. Все для меня. Я фанатик самой последней инстанции. Фанатик, то есть готовый умереть за то, чему я верю. Я верю не в религию, а в живого Христа, с которым имел встречу, как Савл, 27 сентября 1962 года в 17.00, работая на корабле. Я говорю о здоровье. Я был в морфлоте, служил. Но у меня есть недостатки проткнута, поврежденная перепонка. Одна там другая, как есть. Конечно, и зрение уже у меня не то, и проще. Но это именно естественное угасание организма. И за этим не надо просто ставить сторожа. Вот у меня есть знакомый врач, но он не просто так, а именно искренне-искренне любит меня. Врач коревой больницы Виктор Андреевич Яковлев. Я ни разу еще не соборывался. Я говорю, меня Виктор Андреевич пособорует. В виде как юмора. Так. Вот у меня глаз заболел несколько дней назад. Он зовет. Пока обойдемся. У меня лекарство-то святая вода. Я встал, помыл, крестик поставил и все. Там у нас лежит крестик на книгах. Я его взял, поцеловал, опять приложил и все на этом. В дорогу мы едем, с собой святая вода и просворы. Просворы от освященной хлебы в алтаре. Это мое самое лучшее, постоянно, ежедневное лекарство. Теперь говорят, так там такая энергетика определенная. Я верю в другое. Я верю, где Дух Господень, там свобода. Свобода. Я сделал этот выбор. И заболев, я обратился к Господу, а не к врачам. Как царь Аса. И он за это укоряемый был. Поэтому я не то, что советую, но просто говорю. Есть такие страницы какие-то жизни или здоровья выпускается, такой, как журнальчик малый. Ну и мою фотографию взяли из интернета. Я там с голубем стою. Ну а потом я дал им статью о здоровье. Вот то, что я здесь говорю, ну немного даже больше сказал. Это они поместили мою фотографию с голубем на обложку. Меня никто не спрашивал даже в этом. Почему? А вот видите, вы такой веселый, да и с голубем. Я стою весь в снегу. Надо уметь радоваться. И жить азартно. Вот я начальник детского лагеря, сто раз, я с детьми. Я целыми днями, там сутками могу проводить. И мне это не тяжело. Я занимаюсь, я вижу перемены в них. Я слышу благодарности родителей, бабок, дедок этих, которые на местной ГТРК, радио, заказывают песни, чтобы поблагодарить меня. Это чего-то стоит. Это чего-то стоит. И когда я получаю известие, вот читала душа, такая-то книгу обратилась, или вот то, что я где-то в поезде проповедовал, их четыре человека сразу обратились. Ну это чего-то стоит. На душе-то, знаете, как радостно. Я сидел с кем-кому говорил, следователь принял крещение, следователь городской прокуратуры, Пищегов Виталий Николаевич, начальник тюрьмы, Соломин Александр Семенович, умер по-христиански, он все вызывал и беседовал. А на душе-то, это все моя душа и мои труды, и мне радостно. Если хочешь быть здоров, не думай о здоровье, не помирай, не обращай внимания. Поставь плотник, не обращай внимания. Ну, врачи нужны. Но я своим говорю, никогда не ходите, пусть они лечат молодым. Хватит. Я тоже лежал на операционном столе, и, слово сказать, мне операцию делал еврей. Вот канон гласит, у евреев не лечиться. Но меня делал врач евреев, он доктор медицинских наук, Шойхат Яков Нахманович. Чудесный человек, такому только быть христианином. Мне делали разные операции, тяжелые, на позвоночнике, а всю жизнь на стройке. И поэтому эти грыжи там вылезли, все это выдавило. Ну и что? Ну меня перевезли на каталке, сделали операцию, профессор Довженко, тогда он еще не профессор был, делали, кажется, его звать. Дмитрий Андреевич. Даже в Потеряевку он потом приехал. Видите, где бы не бывал, и Шойхат приехал в Потеряевку. Эти люди такого звания, у меня ничего не званят. И они приезжают за 150 километров, степь, и мы как будто давние-давние друзья. Я же у них на операционном столе лежал. И он все вспоминает, этот говорит, а вы помните, как было, вот на операционный стол у меня ложить, я говорю, мне нужно помолиться. Ну молитесь, а у него руки уже вымыты, он так стоит, как будто молится. Я молюсь, а он потом мне говорит, а вот рядом стояла со мной помощница, ассистентка Матрена, она говорит, Яков Наумович, он Нахманович, она не Наумович зовут. Ну сколько можно? Тихо. Я помолился, он говорит, ну все, все, ну ложитесь. Еврей, понимаете? Как я благодарен этим евреям, что на моей жизни они встретились. И где бы я с ним не встретился, рука его поднимается вверх и приветствует. И только он меня, я попросил сделать без наркоза, я хотел, говорю, пострадать как Христос, сделайте без наркоза. Он говорит, ваше тело будет сокращаться независимо от вашей воли. А я не могу это сделать никак, я слишком тонко там делаю операцию. Ну сделали, но уже пока только привезли, и тоже студенты, я с ними начал беседовать, и он тоже подошел. И теперь говорит, какую его победу тогда одержали, там летчик один лежал, он все это помнит, значит, я ему не сторонний. Даже попасть куда-то, и то надо радоваться, что Бог мне открыл, у меня есть такое, в больнице лежу, спиралью пытаюсь выйти из боли, тяжкое горе-страдание, распахано скальпелем, плоть в мое поле, прямым попаданием в здание. Ну, я вспоминаю святых, как их мучили, а кто я такой? Поэтому болезнь, это совершенно естественно, нормально. Вот такая, которая переносима. Подложительной болезнью врач пренебрегает. Поэтому нужно ходить быстро, стоять прямо, не подгибая ноги. Мне много помогает православная служба. Когда стоишь, ноги стоишь, я на службе стою, и вот и все, ничего живота нету. Я смеюсь над собой, в баню пойду, когда, ну, тело-то мое свое увижу, я говорю, голову отрезать, бросить, а тело выбросить, да больше 30 лет моему телу никто не даст. Оно мускулистое, нигде ничего не оббисло. Ну, это 73 года все-таки, ну, по нашим временам-то это немного, может быть, для Японии это. Ну, опять же, кому как. Поэтому хочешь быть здоров, не думай о здоровье, а ищи духовного здоровья, быть здравым, довериться Господу. За меня многие-многие молятся, тысячи, если не больше, тысячи. И говорят, как они будут без вас? А те люди, которые обратились, обращаются к вам, вынуждены, Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, то есть умереть, это несравненно лучше. Но для вас лучше, чтобы я остался. Видимо, Бог пока меня терпит. Конечно, самая главная мечта моей жизни – умереть мучеником за Христа. Я исповедник, самый настоящий исповедник, но меня не убили. Крутили, вертели, томили, давили, накачивали, но я остался жив. Значит, Бог что-то усматривал. Мое здоровье, может быть, нужно, чтобы исполнился сон. Я в то время повторяющийся сон видел, что меня везут на корабле с северными реками и куда-то за полярный круг, видимо, туда, куда Квачкова должны отвезти были. Значит, вот эти вот, я гляжу, под глазами мешки у кого-то есть. Надо обратить на это внимание. Сахар, соль на столе, чтобы никогда не были. Я говорю, как у меня никогда их не будет. Ты один раз услышал все? Чай, кофе, какао намертво истребленные? Никогда. Тут нам нужно поучиться у адвентистов седьмого дня. Говорят, а вот евреи тут заражают все, кошерная пища там считают. Самое лучшее, это кошерная пища. Еврейская. Мусульманская. Когда они по правилу колят, кровь выпускают. Никогда никаких гематогенов не пить, чтобы не ошибиться. Никогда ничего мясного. Вот я колбасу у нас запретили, тем более свиное мясо. Чтобы даже духу его не было у нас в общине. Ну и труды оказались мои успешными. Теперь этого нигде нет. Никакие конфеты, чтобы в рот ни вам, ни детям не попадали. Ну а как же требуется? Мед купите на пасеке. Ежедневно, когда сердцу поддерживают, вечером ложку, говорят, чайную, я считаю, мало это. Надо больше. Ну в теплой воде можете развести. Если еще можете, если на пасеке живете и в другое время поесть. Особенно сотовый мед. Мед. Все остальное нужно истребить. Картошку, если готовить. Вот я делаю так, разрезанную на плиту. И вот это она печеная, как есть, печеная. Самая лучшая. Как приготовить пищу. Смотреть надо. Вот я, бывает, останусь один. Я тут насмотрю, там жена что наставила. Гречка, гляжу, там горох, манна. Это с нитки, как с этого. Серафима, я все кидаю. Ну почему-то у меня получается все через край лезет. Никак не пойму. Что так умножается-то? Водой залил. И маленько-маленько соли, а то и без соли. Без соли можно совсем легко прожить. И вот так сварил. Я ни разу от этого не заболел. Ничего не пересаливайте. Растительное масло не поддается термической обработке. Это вот это надо было еще сказать. Никогда, нигде, ничего, чтобы масла в духовке не было. А только когда вытащите пироги, и тут крылышком помажешься. Тут в суп налить, когда уже сняли с плиты. Рак пищевода и кишечника почти обеспечен, желудка. Кто жареный вот это есть, там пончики и прочее. Растительное масло крайне опасно. Вот в таком виде. Ее только в живом виде налили. Тем более сегодня оно альфинировано. Что там есть в нем или не знаю. Хорошо, когда пророщено, есть овощи. Сырое. Это все самое то, что надо. И не переедать. Ни под каким видом не переедать. Выходить ты должен так. Если ты голоден, значит ты наелся. Если от начала наелся, значит переел. А если выходишь, значит переел, значит отравился. Поговорка есть, говорит. Завтрак съешь сам. Обед отдай друзьям. А ужин отдай врагам. Вот в этом тоже есть что-то. Есть. Поэтому утренняя трапеза должна быть полной. 50% от дневного где-то. Вот то, что я говорю. Соблюдать все православные посты. Да, конечно, и вы сами говорите, они не апостольские. Да, не апостольские. Но я православный. И этим все. Я принял все. Мне это не во вред. Это две трети в году постные дни. Все среды, пятницы, Великий пост. Мне особенно мешает пост Петров. Когда первый заезд детей, целый месяц, до 12 июля, я ребенку не могу ничего дать. Ну, правда, там рыбу можно. Они у меня не похудеют. У меня такие там повара все готовят отлично. Но мне охота сметаны, масло там, молока, простокваши. Я не могу дать. Этот пост не апостольский. Но я православный. И детям объясняю. Мы все православные. Лагерь православный. И как в мире говорят, без дураков. Без дураков. Я если православный, значит, я обязан все это исполнять. И что у меня лишнее сэкономится от еды, я должен это отдать на милостыню нуждающимся. И ты будешь здрав. Мало ешь, мало пей, и здраво будешь. И когда тело наше, когда ты постишься, попросящий визжит, ой, умру, не верьте этому. Не умрешь, но жив будешь. И написано такое есть. Толстое чрево не рождает тонкие мысли. Переедание, обидление. Ну, я говорю только то, что у меня есть. Мое. И как-то Бог так делает и людей располагает. Я не забуду, как я в камере сидел еще под следствием. Ну, а уже знают я верующие. Все знают. И вот завтра будет у нас седьмое, сегодня шестое у нас апреля 2013 года. И там знают, уже знают все, что завтра рыбу можно. И утром рано еще пищу не разводят. Они с таким подносом, оно даже не пролазит в эту кормушку. Целая рыба не разварена. Специально для вас отец сварили. Заключенные, ну, сопровождение охранницы, дубачка называет, принесли. Вот как Бог делает. Специально уважить. И так делает Господь почти всегда. Один слушал, слушал, вот так вытаскивает кусок сыра, прям, где он такой взял. Мне раз на кормушку, это за то, что ты говорил, возьми. А я его обличал, чтобы материться. То есть для твоего желудка столько будет людей, которые будут желательно кормить тебя. Не объедайся. Ешь больше ягод, особенно свежемороженое, которые, все в них витамины. Варенье надо есть, когда уже сахар там перебродил, но совсем немного. Так, чтобы только сахариды там у тебя где-то были. Секретов, вот это, я не долгожитель и говорю о здравом таком образе жизни. У меня никаких секретов нет. Я просто живу. Живу и радуюсь, и никому не завидую. Это наиглавнейшее. Думаю, что все. Был бы, кто задает вопросы здесь, он, может быть, дал бы мне наводящие вопросы. Чистую и нечистую пищу у нас отличается так, что то, что было нечистым раньше, у нас молитва, и Слово Божьим, все это ощущается. Но так как я не ем мясного, поэтому у меня все это ушло. Вот одна рыба, это уже не смотришь, какая есть. Но она так редко. Вот сейчас Великий пост, она только два дня будет. На Благовещение, на верное воскресенье. Не считая там Лазарева, суббота, икра разрешается. Вот и все. Не перегружайте себя. Давайте желудоку, желудоку, это разгрузочное время. Вот пост, это разгрузочные дни для нас. То нельзя, другое нельзя. И как-то мы свыклись, ни в какой тягости в этом нет. И когда пост скончается, не бросайтесь на эту жирную пищу. Помаленьку, с кусочком, с сухим. Один раз, другой раз, и дня через два уже тогда приступай по-настоящему. Глядишь, прохватило. Желудки заболели, чресла расслабели. Да кто тебе виноват? Вот. У нас такое правило, что домашнее печенье в лагерь не запускаем. Домашние выпечки. Кому-то. Потому что мы сами печем там. Никаких вот этих воды разные из сундуки я не пью. И никому не разрешаю. Там что попало может быть? У нас чистая родниковая вода, настоящий глубокий колодец. И там всякие соли, какие нужны. Не надо очищенную воду, рафинированную дождевую. Это все обман. У нас там нигде никаких стоков нет. Тут чистая вода. И никто не болеет. Хотя осадок там есть. Это совершенно тоже нормально и естественно. Вот иногда начинает гигиениться ягода. Мы ягоды там рвем. Вот у них у ягодки сверху такие растут еще как маленькие листики. Тарачки мы называем. Мы прям с ними и едим. Ну откуси где-то. Едим сколько тебе нужно будет. Малину я наказываю детям пошли. Сегодня едите его по 10 ягодок. Первый раз. Второй раз пошли по 15, по 20. Ягода-то быстро закисает. У тебя будет тошнота. А кто переел, я узнаю. Ты дома покажешь. Оно из тебя покажется. А уже проходит неделя. Теперь ешьте досыта сколько может. Надо смотреть за этим. Смородину хоть сколько съешь тебе не вредно. Малина, она имеет такое свойство. Ну а мясо я сказал. Больше такого относительно здоровья. Это ничего и нету. Видишь, вот я сижу зимой здесь. И идти трудно где-то. А я не люблю, когда меня дорогой кто-то обгоняет. Это прямо не люблю. Я никогда этого не допускал. И вот позавчера меня вызвали тут в нотариус. В один нотариус, в другой. Там документы подписывать надо было. И гляжу, впереди меня девчонка. Ну люди не понимают. Скажут, вот старик идет. Ну я стараюсь прямо держать. Она шагает быстро так. Я гляжу, я не могу обогнать ее. Ну думаю, теперь только бы не отстать. Гляжу, она уже отдаляется. А тогда бегом побежал. Никто ничего не поймет. Я не могу. Меня всегда видели только бегущим. И вдруг я засиделся. Целую зиму здесь сижу. И не от возраста, а необходимо где-то работать. И гляжу, я кто-то помахал рукой. Она к кому-то идет торопиться. А, вон куда она спешила тут. Ну так и оставил ее. Если впереди меня кто-то идет, даже сейчас я за ним увязываюсь, чтобы легче тогда идти. В догонку. Как за Владимиром Кусом все надержались. Ну, обогнать его не могли. Вот что я для здоровья хочу сказать. В поле никому не брать. Так там какие-то бывают... Ничего не будет. За носку вытащим. И если ребенок ногу не проколота, правило такое, обязаны все ходить босиком. Чаще купаются. Они у меня купаются, дети, до шести раз. И привозят. Ребенка привезли, а у нее что-то с позвоночником. И она бледная-бледная, как малокровие. Ну и с собой принесла ворох таблеток. Разворачивайся назад или бросаешь ты сегодня все таблетки. Да как я без них не могу. Я договорился, в лагерь таблетка ни одна не заходит. Я не знаю, так она не может... Ну так, все, я убеждать-то не буду. Один раз засвидетельствовал, нам не принято спорить. Так, вы оставитесь здесь, на поезд берите деньги свои, говорит, и обратно выезжайте. Да нет, мы... Тогда мне кажется, сейчас же выбросить. Так, а плохо будет? Собирайтесь езжать, я не хочу слушать. У меня плохо не будет. Я абсолютно точно знаю. Она выбросила. Мы посмотрели, когда эта девочка поехала домой. На этих ягодах, хождение босиком. Ну, она в тенечке все время сидела, там что-то. Работу мы и найдем-то. Она жар не переносила, тем более солнечное-то. Она зарозовела. У нее улыбка появилась. У меня приезжают дети, иногда вот такое вот... Он не может слова сказать, что? Его заклинило. Отец убил, мать зарезал на его глазах. И у него он нашел вот этот ступор, не может выйти. Какое время? Он, на сколько? Третий год уже. У меня он заговорил. На второй месяц только. Заговорил. Он вскрикнул и радостно начал говорить. У меня бывают такие, приезжают дети, которые без таблетки шагу не шагнут. Выезжают, вообще забыли про таблетки. А что у вас там такое? Ничего нету. Утренняя молитва. Днем мы молимся. Вечером, утром. Четыре раза в день разборка. Какие кто кого обидел. Что дальше делать? Ребенка нужно окружить вниманием и настоящей любовью. Я никому меда не даю. Почему? У меня нет пасеки. Мне подарили его. Я купить не могу. Он дорогой. Но у меня всегда стоит банка запасная для больных детей. И вот ребенок, тот, который больше всего мне доставляет огорчений, и он внезапно, видно, что заболел. Теперь я его уже отдельно, на кухню, с прогревом. И дальше, ну, слабо, такой игрок компьютерный. И моя банка меда, ну, определенная мера где-то что-то. У меня всегда все есть. Я еду с собой, держу банку меда. Это лекарство. Кроме меда, фактически никакого лекарства не признаю. Но мед у меня всегда, ну, почти ежедневно. Если какие-то есть орехи, там, прочее. Вот так. Ну, решено идет о здоровье. Любимое дело делать. Вот я бы здесь, кажется, сгорел у компьютера. А мне нужды нет. Представьте, печатать сколько? 41 книга. 38 только в этой версии. В книжной. А еще 3 тома по 750 страниц. Это набирать. У меня стихотворение, 9 куплетов. Вот сейчас стихотворение. Я приготовил книгу. 4 книги по 800 страниц. 4 книги только из одних моих стихотворений. Вот, в образе 4 книги. И при том, от сверху до низу ни одной строчки нет свободной. Эпиграф 9, 36. У меня 42 строчки на странице эпиграфа. Больше ничего нет. На каждой странице свое стихотворение. 4 книги по 800 страниц. И я их полностью сам набирал. Полностью до одной буквы. И сам верстал. И сам выносил где-то какой странице где-то. И глаза остались при мне. Конечно, это молитва. Но и так называемый ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Никогда не завидовать. Но только я говорю то, что было в этом году у меня. А уж как Бог даст. Много поездок. Позвоночник не дает трястись. Но я еду на Благовестие. В прошлом году мы проехали более 50 тысяч километров. Проехали от Москвы до Дальнего Востока. Нынче вот я как-то нетранспортабельный даже. Но я не отступлюсь поеду. Мы должны пройти за Москвой. Там юг. Сначала пройти через Польшу и Германию. Через Грецию до Португалии. Потом через Скандинавию переплыть. Опуститься в Прибалтику всю пройти. Ну и тут все страны. Примерно 33 страны должны пройти. Сейчас большой груз. Надо забросить книги везде. Едем подарить центральной библиотеке Цюриха, Берлина. Ну самой центральной библиотеке всех стран. Подарить под 38 моих книг. В прошлом году мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Это мой труд. А представляете какая у меня радость. Когда я вижу радость. Когда они выходят, фотографируются. Даже просят обнять. И даже поцеловать или голову на плечо положить. Ну я без улыбки не могу это вспоминать. Это благотворно влияет на здоровье. Я говорю, мы едем опасно. Мы ночуем в лесополосах, чтобы где-то поехать. Вы за нас молитесь. Да мы молимся. Уже все молятся библиотекари. А это мимо не проходит. В такую глушь. Вы к нам заехали в Сковородино. Там мы нынче где были. Ну представьте где. Даже уссурийская собака с нами. Большая собака восточноевропейская. На ночь она охраняет нас на тут. И я ее держал в кабине. Боялся, что уссурийский тигр скушает ее. И это все в радость. В радость. И в здоровье. Я приехал. И даже не заболел. Когда мне даже 5 километров проехать, уже вопрос стоит. И я опять собираюсь. Ну операция была. И у меня съезжает позвоночник. Сползает. Я тогда не могу не пошевелиться ничего. Но я кланяюсь. Сколько надо земные поклоны. Вот недавно сделал лишнее. Это меня заклинило. Я едва-едва поднялся. Но стал потихоньку-потихоньку. Через день опять Бог меня вернул. Потому что я люблю эти поклоны. Я православный. И Бог так это делает. Вот начинаю говорить. Я уже знаю какие отзывы. А что вы хвалитесь? Хвалящийся хваливший говорит, что знает Господа. Я знаю Бога. И Ему все приписываю. Не бойтесь. От вас я ничего не отнимаю. Кто будет ревновать. И желаю вам не болеть. Всем. Меня попросили. Я отвечаю. А что отвечать? Я уже знаю, что отвечать. Потому что это моя жизнь. Все. Аллилуйя. Аминь.